Девушки отдыхают Ильянов всегда влюбил свой Италий И на скафон эспрессо Вкус Италии Милые девушки, этим летом Лучше искать богача не в списке Форрс А в списке Санкций Комедий Клаб Нетрадиционный юнор из Санкт-Петербурга На сцене Иванов, Смирнов и Соборев Внимание на сцену Чтобы воспринять юмор питерцев Надо сконцентрироваться на сцене Включить фантазию Белый дом в Вашингтон В кабинете у Барака Обамы Под вашу аплодисмент Здравствуйте, господин Путин Здравствуйте, господин Обама Владимир Владимирович Барак Ага Я по поводу Крыма А что по поводу Крыма? Вы не хотели бы вернуть Крым? Так мы его вернули А что так разговариваешь со мной, а? А ты как разговариваешь? Чё, чё? Я могу её ударить Чё на ударь? Сейчас ударю Ну давай, я с ней Сейчас ударю Ну так Тогда будешь бить Ай, больно, больно, больно Женой ботинок Ботинок, ботинок, ботинок Ботинок, ботинок Женой ботинок Всё Господин президент, здравствуйте Чем занимаетесь? Да вот Моделируем встречу с Путиным Думаем, как его сломить Бам-бам-бам-бам-бам-бам Бам-бам-бам А вы не забыли, что у вас через 15 минут встреча с журналистами? Они ждут новый пакет санкций в отношении России Вы что-нибудь придумали? А я забыл Ну мы прошли Call of Duty Да Ладно, я это всё предвидел Поэтому наши специалисты по санкциям кое-что набросали Специалисты по санкциям? Да Отдел СС А-а-а ССовцы, мои любимые Молодец, Керри, молодец Спасибо А вы Керри? Я Керри Блин, а можно познакомиться? Здравствуйте Блин, ну мне нравится Тупой ещё ТП, лжец, лжец Это... Не, вы меня перепутали Это Джим Керри, он снимался в этих фильмах А я Джон Керри, госсекретарь США Не, а при чём здесь фильм? Я цитирую российские газеты Я снова я и Ирана Это же твоя тема Такой Ирана, так и такое Нормально, это специалист из России Вот такой мужик Да А может он шпион? Что? Пусть извиняется Извиняй Не буду Да извини Я не буду, что вы извиняете Тогда забирай вот это Он её забирает Э, положи обратно Она очень нужна аппарату президента Мой аппарат будет по ней скучать Давай, серьёзно Что там с санкцией? Короче, я считаю Лосось, эти устрицы Это всё ерунда Да, русским надо запрещать то, что они любят Поэтому я предлагаю запретить им весь импортный алкоголь Да Вам удар в подрыв Да Пьют местный Да Бесполезно Весь импортный алкоголь в России местный Серьёзно? Слушайте, такая идея А давайте в России запретим Стаса Михайлова Ты чё? На нас тогда нападут разъярённые разведёнки Точно А давайте в России запретим доллары Тогда на вас нападёт разъярённый Стас Михайлов А если мы в России запретим все американские фильмы? А, пусть смотрят только свои, российские Слушай, но Какие бы они ни были те русские, плохие и хорошие Это всё-таки люди У них есть дети Я предлагаю русским чиновникам запретить хранить деньги в наших банках Так чё, Евросоюз уже так сделал, ничего не получилось В смысле, почему? Оказывается, чиновники у них нищие, все деньги у их жён Так пусть Евросоюз наложит санкции на их жён Не может Евросоюз наложить санкции на граждан Евросоюза Мне только что сообщили, что в России Медведев снова перевёл время на зимнее Опять? То на летнее, то на зимнее, сука, можно Чего он добивается? Я понял! Чего? Они раскачивают планету, чтобы мы вылетели Чего? Вот такие звери, а? Чего? Ну вы идеи, быстрее, быстрее Ну вы идеи, да Запретите в России секс Ты чё, это единственное время, когда они нас не обсуждают Это да, но представляют-то в это время они нас? Не люблю, когда меня представляют точно Нам нужно удалить у них секс из жизни Но для этого нужен СССР Прекрасная идея Как это сделать? Нам нужен специалист в этом вопросе Так, нам нужен Горбачёв Так Михаил Сергеевич, бро, выручишь? Короче, смотрите, дюста Совет такой Когда я разводил Советский Союз, Россия стала только сильнее Вам тоже нужно так сделать У вас 50 штатов Развалитесь, оставьте один штат Вы были Соединённые Штаты Америки, США Останете Разъединённые Штаты Америки Чего? Мы будем... Раша? Раша? Да, Раша! И жить будете? Во! Это гениально! Ну я не могу это сказать Подумаю, что я идиот Действительно Михаил Сергеевич, Псаки надута? Да, Псаки надута Смотри Ну что, по старой схеме, залезайте Встаните оттуда всё, расскажите журналистам Счастливо! Отлично! Спасибо! Давайте, ребята, давайте! Алё! Дзюдо! Это пятно Спецоперация «Наша Раша» выполнена успешно Хорошо, хорошо Возьму ещё одно задание Куплю здесь, в Америке, медвежонку Новый айфон Я понял Я понял Я понял Спасибо! Спасибо! Улож, улож! Улич! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вам скажу честно, я знаю, что я не начальные три фразы, так что для меня тоже будет сюрприз. Поддержим Вадима. Добрый вечер, уважаемые телезрители. У нас в гостях министр новосозданного в России министерства фэшена и гламура Вадим Симачёвич Зайцеславцев. Здравствуй, Адим Симачёвич. Санкции, кругом санкции, гламурные девушки волнуются, что же будет, если перекроют всё, идущее с Запада. Всё не важно. Гламурным тёлкам волноваться не надо. Допустим, перекрывают поставки ботокса из Франции. Да? Да? Всё, тут выходим мы. Тут? Сгущёнка. Губы. Женщине вкапивает сгущенное молоко. Да? Мужиков от вас будут не отодрать, потому что все мы с детства любим пососать сгущенку через дырочку. А, Адим Симачёвич, дайте поконкретнее. К чему готовится Россия? Что? Да всё равно. К косметику запретят. Вы были на косметическом концерне Зинаида? Нет. Где огромный шнак в чане перемалывает румяна из светлых. Нет? Бог миловал, Батя. Ну, концерт с Зинаида ещё реклама сейчас идёт по телевизору. О-о-о! Зинаида. Вера, Надежда, Зинаида. Нет. Я вас уверяю, там всё нормально. Вот я вам хочу сказать, вот, женщина, а если вдруг пропадёт силикон? Который идёт слёзы из Швейцарии и Польши. И что сделает Россия? Расскажем вы с ним. Липецкий завод грелок. Уже идёт нам навстречу. Да. И можно будет абсолютно легко грудь себе сделать на два, на три, на хрен с ним, на шесть литров. И такая ситуация везде. Просто везде. Вы не представляете, наше министерство фэшн. Мы же сотрудничаем со всеми предприятиями. Да вы что? С оборонкой. Вы знаете что? Специально для гламурных тёлок разработано и придумано, знаете что? Что? Супер спорткар. Дорогущая машина, которая называется Ламбарджи Гули. В Ламбарджине двери открываются вверх, наверх. Здесь они только открываются вниз. Внутрь. Вот она идёт, гламурная тёлочка. Тут пакеты, тут пакеты, зубок пакеты и сумма. Вот так вот дверь пикнула, и попадает в салон, простите, в СПА. В салон автомобиля. В Ламбарджи Гуля, в СПА салон. Там нет ни сидений, ни диванов, там стоит огромная ванна, джакузи и работает Wi-Fi. Всё. Больше тёлкам в машине ни хрена и не надо. Да, а есть ли у вас меняемые предложения, потому что как-то это звучит как-то как космос. По-моему, замечательно. Она пришла, штеф, села, всё, собачку и в тачку. И в тачку. А что вы будете делать, если из-за границы перестают поступать гламурные собачки? Вот. Мы уже поработали. Ой, какая хорошая собака, какая красивая. Бритый ёж. Это лучший питомец. Лучший. Во-первых, во-первых, это очень удобно. Мозг одинакового размера с хозяйкой. Во-вторых, рацион питания. Фрукты, овощи, грибы. Так. Ну, вы знаете, самое главное, что волнует всех, это если вдруг пропадут бренды. Вот если пропадут бренды, в стране наступит модный коллапс. Не наступит. А что вы предлагаете? Мы уже собрали всех самых модных российских дизайнеров и разработали новую линейку отечественную. Будем носить нашу. Подробнее? Подробнее. Для зэков своя одежда будет. Кензо. Нах. Кензо, нах. То есть у зэков появится у нас своя одежда. То есть у всех слоев населения будет стоять бренды. Да, у хулиганов всяких. У хулиганов будет Луи Витёк. Так. Пожалуйста, носить не хочу. Даже в России мы задумались про оппозицию. Своя одежда будет у позиционеров. Как называют? Роберто Навальри. А где её носить? Вы знаете, в основном дома. Мы подумали про всех. Про коммунистов. И мы разработали Эрминижинда Зюга. Спитание для Зюганова. Всё, пожалуйста, ходи красуйся. Ещё что? Про всех подумали. Там же про женщин преклонного возраста. И то у нас хватило могло подумать, потому что бабушки российские хотят выглядеть стильно. Но одежды нет. Одежды нет. Вы придумали бренды. Для старушек-модниц Валентино Терешково. И что за одежда? Просто космос. Для отвыпивших женщин придумали отдельно Макс Шмара. Вот такая штука. Вадим Павлович, наша штука подходит. Хорошо, давай, быстро. Даже если введут санкции, не будет парфюмов, мы уже придумали, и сейчас, допустим, сеть парфюмерных магазинов. Ле-туа-ле-туаль. Чем мы можем гордиться уже сегодня? Это аромат, который специально в Питере разработали. Называется он Шанель номер 14. Почему 14? Математика простая. Наши химики взяли Шанель номер 5 и Балтику девятку. Все. То есть все будет нормально. Модники, модницы, пожалуйста. Гламур на лёгких руках. А мужчины? Мужчины что носят? Часы. Да. То есть нужны вот эти модные аксессуары. Это слово аксессуары иностранное. Есть же наше ёмкое русское слово причиндалы. И под названием причиндал беззаботно. Анжер выпустил замечательные часы. Катюшка. В эширон Константин Дзю. Первые в мире часы с боем. И вместо заводной голоски косичка. И потом кукушка. Дзю. Дзю. Все. Два часа. Скажите, а из меняемых предложений что-то есть? Вадим Симачев. Вы знаете, долго могу рассказывать. Я вам хочу сказать, что даже если запретятся под всё, эмбарго будет на всё, мы справимся. Потому что есть же ещё Беларусь. Беларусь и вообще главный дизайнер страны. Собрал все бренды. Всех производителей объединил в мощнейший супер бренд. Он называется Вер Саша. Вер Саша. Мы Саши. Вер Саша верит. В нас... Я уже, вы знаете, мне надо бежать. Я могу сказать, что гламур России благодаря нашему министерству в надёжных руках. Я вам говорю это как чиновник. Всё. Мне пора в Госдуму. У нас заседание по понтам. Всё доброго. Одевай на стену. Я был Вадим Симачёвов и Сайциславцев. Ваши антодисменты. Спасибо. Абхазы, ах, абхазы, нас порановали все. В крапке, друзья, абхазы, привезли сегодня смех. Мужчин, покиньте сцену, вы не подходите на шоу «Голос». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...